Вы видите, друзья, началась работа на крыше. Там вот эти вот асфалт шинглс. Собственно, то место, которое вы видите слева, оно и раньше было. Вот это место, там были асфалт шинглс. Но дальше вот переход в нашу постройку, пристройку. Вы видите, там листовое железо кладут. Вот. Но я не могу залезть на дерево и на вертолете не летаю. В общем, вот вы видите, происходит такая работа по как бы сращиванию двух. А вчера у нас клали трубочки для последующей заливки бетоном. И сегодня должны залить бетоном всю эту конструкцию. Вот смотрите, я не буду туда ходить, чтобы не наступить, не дай бог. Ну вот, похоже на обогревательный элемент такой, да. Значит, это практически по всему дому лежит. Вот кроме коридорчика. Вот там коридорчик идет. Вот в коридорчике это не нужно, а вот в спальнях, в ванной. Вот мы сейчас с вами в ванной. Вот там лежит. И в душе нет. Вот здесь слева душ, там склад небольшой устроили. Там нету. И сегодня они придут и зальют это цементом. Свет, ты знаешь, что это за цемент? Это какой-то специальный цемент или это вообще не цемент? Чем заливаются? Значит, прежде чем заливать, они между трубочками проложат Харди Беккер. Это такая очень облегченная бетонная плитка, которая покрывает стены в ванной комнате. Она не пропускает лампу, и она бетонная такая. Так. И они будут по высоте такие же, как плиточки, как трубочки. Ага, сверху тоже. Сверху будет одна восьмая инча. Одна восьмая инча. А вот над трубочкой. Вот ребята спрашивают, а если мебель будут ставить, не пробьют ли они бетон вместе с трубочкой? Вот как? Дело в том, что поверх уже бетона, то есть бетон-то сам будет довольно-таки, как меня уверяют. Да. У меня тоже такие же сомнения возникают. Одна восьмая инча бетона, насколько это прочно, да? Но, во-первых, за счет того, что между этими трубочками будет лежать тоже вот этот Харди Беккер, да, то есть он будет нагрузку более равномерно распространять, да? Так. И будет бетон, то есть по нему можно ходить вполне и делать, продолжать ремонтную работу. Но, помимо всего прочего, у нас же там потом будет еще пол. Да, то есть пол будет, вот люди говорят, что там, некоторые говорят, плитка может быть будет? Нет, будет не плитка, будет такой же инженерный пол, как у нас сюда лежит. Мы постараемся купить именно такой же, если удастся опять, если его не закончилось в производстве и так далее. А вот труба пошла черная, да? Это у нас там туалет в том месте. И куда? И куда? Она прямо в потолок? Она на крыше пошла, чтобы воздуху дать выйти, чтобы не было бурь в очах. Понял. А на крыше, то есть будет вот выход у нее через все эти покрытия тоже с металлом листовым. Ну что же, вот я просто боюсь заходить как бы там. Не надо, не надо. Ну вот когда зальют, значит, покажу готово. Вот мы возвращаемся к крыше. Вот вы видите, там у них лежат такие пакеты с материалом. Значит, бумага вот эта была раньше положена, она уже дождик, так сказать, выдержала, который тут несколько дней был. И сейчас вот начинается укладка. Укладка вот этого материала, вот так же, как на этой части, да? Называется Asphalt Jingles у нас это называется. Вот сейчас все это окажется с той стороны. Это тоже довольно быстрый процесс. Субтитры сделал DimaTorzok